Правительство Франции, кто вы такие, чтобы учить нас свободе? Кто вы такие, чтобы критиковать нас за преступления, совершенные одним мусульманином? Вы про свои преступления забыли? Про свое колониальное прошлое? Разве не вы колонизировали Алжир и творили там бесчинство 150 лет? Миллионы людей были убиты вашими руками. Не один учитель, а миллионы невинных людей были истреблены вами. Невинные женщины, дети, старики, изнасилования и казни были обыденным делом. Любого, кто выступал против колониальной власти, привязывали к машине и тащили по улицам Алжира, пока он не умрет. Вся хвала принадлежит Аллаху, Господу трона и Господу всех творений. Он отправил к нам посланника, само имя которого означает «хвалимый». Аллах избрал его, чтобы передать посредством него свое последнее откровение. Это был пророк для каждого народа и каждой цивилизации. И он выполнил свою миссию с полной искренностью, не стремясь ни к богатству, ни к власти, ни к славе. Он был правдивым, надежным. Его нравы принесли ему мировое восхищение и славу. Благодаря его усилиям и жертвенности была провозглашена победа ислама. Следуя его учению, мы достигаем конечного спасения. И именно к его заступничеству мы стремимся. Его образ был прекраснее, чем полная луна. Он был олицетворением совершенства. Его последователи заслуживают почета и уважения. А его клеветников и хулителей ждет только позор и унижение. Дорогие мусульмане, Аллах, Свят Он и Велик, повелел нам бояться Его. Он сказал в Коране, «О те, которые уверовали, бойтесь Аллаха должным образом и умирайте не иначе, как будучи мусульманами». Все мы с болью наблюдаем за тем, что происходит во Франции в эти дни. В стране, которая считает себя поборницей свободы и либеральных ценностей, равенства и универсальных прав человека. Мы наблюдаем за этой бессмысленной, жестокой, антиисламской кампанией, нацеленной против нашего пророка и посланника, да благословит его Аллах и приветствует. И все это происходит под маской свободы слова. Все это результат реакции на один злосчастный инцидент. И они используют этот инцидент с убийством одного французского учителя, чтобы развернуть целую кампанию против нашего пророка, мир ему и благословение. Это напомнило мне об одном случае из Сиры, когда несколько сподвижников были отправлены посланникам, мир ему и благословение, в разведывательный поход, целью которого было не нападение или причинение ущерба. Но что-то пошло не так, и в результате столкновения были убиты один или два курайшита на территории Мекки, на священной земле. Это не было намеренной и запланированной атакой, но это произошло. В результате курайшиты подняли большой шум, заявляя везде. «Посмотрите на этих мусульман! Они не почитают заповедный дом Аллаха! Посмотрите на этих мусульман! Они приступают запрет Аллаха и посигнули на жизнь в священной земле!» Они запустили очень злобную, агрессивную пиар-компанию по дискредитации мусульман. Однако Аллах не спослал аят в Коране, который показывает, как нужно относиться к подобным происшествиям. «Они спрашивают тебя о сражении в запретный месяц, то есть в священных землях. Они спрашивают тебя о сражении. И Аллах говорит, скажи, сражаться в этот месяц – великое преступление. То, что случилось, это большой грех. Это большое преступление – убить невинную душу. Нельзя убивать на заповедной священной земле. Это преступление. То, что случилось – неправильно». Аллах, Свят Он и Велик, называет то, что сделали сподвижники, кабиром – большим преступлением. Но Аллах на этом не остановился. Он продолжил этот аят. Он перечислил тяготы и горести, которые курайшиты причинили мусульманам. Всевышний Аллах говорит. «Однако сбивать других с пути Аллаха, не веровать в Аллаха и выгонять оттуда ее жителей – еще большее преступление перед Аллахом. Не пускать людей в заповедную территорию Аль-Харам, изгонять тех, кто желает поклоняться Аллаху и убивать людей просто потому, что они мусульмане – не веровать в Аллаха. Это гораздо большее преступление, чем одна душа, погибшая от рук мусульман». И затем Аллах сказал, «Искушение, фитна, хуже, чем убийство. Вся эта смута и беспредел, которые вы, курайшиты, творили, намного хуже, чем одно убийство, на которое вы жалуетесь. Это пример справедливости от Аллаха, и мы берем уроки из этого. Мы говорим четко и прямо, что недозволено убивать человека на неисламских землях, в которых мы живем. Недопустимо совершать самосуд и расправы. Недопустимо читать книги по фикху, а потом думать, что так вы приводите в действие закона шариата на землях, где шариат не применяется. Это недопустимо. Мы прямо и однозначно заявляем об этом, без какого-либо стеснения и сомнений. Истина есть истина. То, что случилось, это результат неправильной, преступной политики. И мы должны прямо и открыто высказываться против этого. Франция, считающая себя супердержавой, и французский президент используют это происшествие, чтобы повсеместно транслировать эти насмешливые и издевательские картинки о нашем пророке, мир ему и благословение. Они изображают их на огромных билбордах по всей стране и используют самые высокие здания в городах, чтобы круглосуточно транслировать на них эти изображения. Также они переиздают эти скверные карикатуры, уголовно преследуя тех, кто выступает против этого. Простое выражение гнева и возмущения по поводу этих картинок стало чуть ли не уголовным преступлением. Только за последние дни было закрыто более 70 мечетей во Франции, а также множество благотворительных организаций, поскольку они не поддерживают позицию государства и не участвуют в этой травле. Поэтому к ним наведываются спецслужбы и забирают людей, критикующих все эти репрессивные методы. Это самое, что ни на есть, двойные стандарты. Это никакая не свобода слова. Нет. Свобода слова действует тогда, когда меньшинство может высказываться против позиции большинства. Свобода слова – это когда те, кого притесняют, могут критиковать тех, кто притесняет их. Когда истина говорится прямо в лицо власть имущим. Вот это и есть свобода слова. Но когда президент, когда правительство и вооруженные силы ведут себя как откровенные бандиты и провоцируют свой народ ненавидеть меньшинство, смотреть свысока на меньшинство – это не свобода слова, а не что иное, как бандитизм и разжигание ненависти. Здесь даже не пахнет свободой слова. Меньше 7% жителей Франции являются мусульманами. Поэтому не говорите нам, что более 90% остальных жителей боятся эти несколько процентов. Напротив, акты насилия, совершаемые мусульманами, ничтожно малы в процентном соотношении. Всего одно происшествие на миллионы мусульман. Всего один такой акт. Это статистика, которая присутствует в любом обществе. Но какова реакция? Криминализация целой религии ислам. Преследование любой критики в адрес политики государства. И вообще правительство Франции. Кто вы такие, чтобы учить нас свободе? Кто вы такие, чтобы критиковать нас за преступления, совершенные одним мусульманином? Вы про свои преступления забыли? Про свое колониальное прошлое? Разве не вы колонизировали Алжир и творили там бесчинство 150 лет? Миллионы людей были убиты вашими руками. Не один учитель, а миллионы невинных людей были истреблены вами. Невинные женщины, дети, старики. Изнасилование и казни были обыденным делом. Но любого, кто выступал против колониальной власти, привязывали к машине и тащили по улицам Алжира, пока он не умрет. Это вы создали концентрационные лагеря еще задолго до того, как это сделал Гитлер. Поэтому не вам рассказывать нам о свободе слова и правах. Тогда как вы сами всячески попираете любые свободы. Вы гневаетесь по поводу убийства одного человека. Да, это было преступлением, но вы закрываете глаза на то, что вы сами относитесь высокомерно. К своим же гражданам. К миллионам людей на ваших землях, у которых такие же паспорта, как у вас. Я говорю о североафриканцах в третьем, четвертом, пятом поколениях. Они живут во Франции из-за вас и вашей колониальной политики прошлого. Не обвиняйте их, они живут в вашей стране, поскольку это вы привезли их отцов и дедов во Францию. В качестве дешевой рабочей силы. Вы насильно привезли их сюда, а их родные земли вы колонизировали. Теперь вы ущемляете права их детей, внуков и правнуков. Не даете им такое же образование, как и остальным французам. Оттесняете их в гетто на окраины городов. Не даете им работу, закрываете перед ними любую возможность к развитию. Это убийство учителя не имеет ничего общего с книгами по фикху, но имеет прямое отношение к тому, как вы относитесь к мусульманам, живущим в вашей стране. Я нисколько не оправдываю это преступление. Я лишь говорю об истинных причинах проблемы. Мы должны прямо и смело говорить об этом. То убийство было злодеянием, но причиной его являются не исламские книги по фикху. Его причиной является гнев за то, как вы относитесь к миллионам своих сограждан. Это не оправдание убийства, а всего лишь называние истинных причин. И какова реакция французских властей? Еще большее закручивание гаек. Но не так себя ведут мудрые руководители. Вы что, хотите развязать гражданскую войну в своем обществе? Хотите, чтобы мусульмане чувствовали себя униженными и бесправными в вашей стране? Поскольку вы издеваетесь и насмехаетесь над всем, что является священным для них. Это не путь к социальному благополучию. О, правители Франции. О, мусульмане. Мы должны быть очень осторожными. Это хитрая тактика. Они хотят, чтобы таких случаев было еще больше. Поймите, это тактика. Я говорю о Франции, но это происходит по всему западному миру. Некоторые с нетерпением ждут очередного теракта. Они страстно желают этого. Почему? Потому что это развяжет им руки. Чтобы они еще сильнее закрутили гайки против мусульман. Это даст им повод еще сильнее демонизировать мусульман в своей стране. Поэтому мы не должны опускаться до их уровня. Да, клянусь Аллахом, нам очень больно, что они издеваются над нашим пророком, мир ему и благословение. Наши сердца наполнены гневом и отвращением. Тем не менее, мы должны поступать согласно шариату. Мы будем противостоять их ненависти не с такой же ненавистью, а с мудростью. Мы будем противостоять их тактикам, следуя нашему шариату. И наилучший способ защитить честь пророка, мир ему и благословение, это придерживаться его сунны, распространять его послания, рассказывать людям, какой милостью для миров был посланник Аллаха, мир ему и благословение. Это наилучший способ. Да, это не легкая битва. Это долгосрочная битва. Но во Франции живет больше мусульман, чем где бы то ни было в западном мире. Самое большое мусульманское население в процентном соотношении живет во Франции. И если эти мусульмане вернутся в ислам, начнут соблюдать шариат, будут воплощать в себе милосердие и сострадание, к которому призывает эта религия, то это будет наилучшей формой призыва и наилучший способ противостоять подобной ксенофобии и вражде. Дорогие мусульмане, я говорил о Франции, но тот же самый сценарий разыгрывается по всему миру, даже здесь, в этой стране. Поэтому учитесь на уроках прошлого и извлекайте уроки из того, что происходит сейчас. И ни в коем случае не поддавайтесь на подобные провокации. Мы должны отвечать на эту вражду с мудростью и достоинством. Аллах повелел нашему пророку, мир ему и благословение. Посему прощай их красиво. Также Аллах сказал ему. Мы знаем, что тебе больно от того, что они говорят. Так отвернись же от них. И Аллах, Велик Он и Возвышен, сам разберется с ними. Мы просим Аллаха, Свят Он и Велик, даровать мусульманам Франции, а также мусульманам Китая, Бирмы, Сирии, мусульманам по всему миру облегчения, которого они так долго ждут. Мы просим Аллаха даровать им облегчение и избавление от всех тягот. Да благословит Аллах меня и вас посредством Корана. И да сделает нас из тех, кто размышляет над аятами Корана, а также совершает дозволенное и избегает запретного на протяжении всей жизни. Прошу у Аллаха прощения. И вы также просите у Него прощения. Ведь он прощающий, милосердный. Дорогие мусульмане, все, что нам нужно, чтобы разобраться в нынешней ситуации, это поразмышлять над сурой Аль-Каусар. Когда курайшиты издевались над пророком, мир ему и благословение, Аллах не спасал ему суру Аль-Каусар. Я по ней целую проповедь давал, можете прослушать. «Воистину мы даровали тебе Аль-Каусару». Что бы они ни говорили, Аллах уже почтил пророка, мир ему и благословение. Так какая разница, что кто-то там говорит? Когда сам Господь Миров даровал райскую реку нашему пророку, мир ему и благословение. Что ему навредит, даже если все человечество отвернется от него? Когда сам Аллах, Господь Миров, почтил его. Так что кому дело до того, что говорят французы или другие неверующие? О посланник Аллаха, мы почтили тебя и даровали Аль-Каусару в раю. Посему совершай намаз ради своего Господа и совершай жертвоприношение. Наша с вами задача поклоняться Аллаху, молиться, давать милостыню, сохранять свою исламскую идентичность. И затем Аллах утешает нашего пророка, мир ему и благословение, и говорит, воистину твой ненавистник сам окажется бездетным. Не переживай, я разберусь с теми, кто причиняет тебе зло, с теми, кто насмехается над тобой. Я разберусь с твоими врагами. И поистине любой, кто противостоит тебе, будет отрезан от всего блага, он будет лишен всякой благодати. Итак, мы должны утешать себя посредством суры Аль-Каусару и знать, что Аллах, Велик Он и Возвышен, разберется с врагами пророка, мир ему и благословение. Наша задача – воплощать в себе послание нашего пророка, мир ему и благословение. Да сделает нас Аллах способными к этому.